Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. 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 Одну ребрышку у нас есть. Остальные ребрышки у нас должны быть параллельны. То есть мы параллельно вот этому ребруху, и рисуем подвесок параллельно, да? Все, два, три, четырехов. И здесь параллельно с ребрышкой. Понятно, да? Значит, в контакте проект мы построим. Теперь надо строить горизонтально. Значит, что мы делаем? Мы соединяли одинаковые. Вот мы соединяли. Теперь что? Все ребрышки у нас параллельны между собой. Если они здесь параллельны, то здесь они тоже параллельны. Значит, мы теперь что? Б, Б мы провели. Гладим со штрихом, да? Теперь что? Через точку А, один, мы проводим прямую параллельную вот Б, Б, да? И на нее с 8-го точку А, два, два, три, четырехов. Получается А, один на штрихов. Понятно. То же самое мы сделаем, что с 3-го. Через 3-го, вот нам надо пройти, и 2 параллельны, и 2-го, вот это, да? Будь кочек, забиву. И на нее с 8-го точку. Соединяем эти точки, и у нас тут получится треугольничек точно такой же, абсолютно одинаковый параллельный. Понятно, да? Да, да, да. А потом строите таким новым третий проект. Построили в тонких линиях, не принесли, не пришли с инструментом чертожным, да? И мы начинаем с вами переработать. Будем все это, значит, теория. Понятно, да? Так, вопросы какие-то есть? Вопросов пока нет. В отношении следующего источника у вас будет Деметрия. То есть вот эту же дуну, которую у вас есть, вы должны быть в основе прямоугольной Деметрии. Единую, которую я вам указал. Понятно, да? Там вы будете строить. Вы будете строить, чтобы все равно не будет отсюда. Угу. И не забывайте, не забывайте, что по ритмам вам надо будет сокращать все два раза. По ритмам нужно... Мы даже запишем это на видео. Если вы здесь, скажем, что вам узнать, то у вас там координаты, скажем, 30 мм, а вы ошибки взяли в листке. Ну и что? Страшного ничего нет. То есть если вы будете строить... На колоках побольше. Вот по этим размерам, которые вы взяли здесь, у вас все получится. Если вы будете строить... По разным размерам, у вас... Скажи, что я им. по разным размерам. По разным размерам, по разным размерам. Что я могу вам сказать? Значит, если у вас остались от ваших родителей, от ваших старших, братьев, сестер, вот эти решинки, как говорится, на резиновом ходу, то есть на резиновом ролике, а не таки тяжелым, матернее, они, как правило, дают очень небольшую погрешность. Ими пользоваться хорошо. Те же решинки, которые сейчас в продаже, они очень выхтят. Им надо приноровить, чтобы отдавать параллельный вилей. Потому что определил, вы как параллельный вилей делали, а оно... Это такая вилейка с таким валом, да, с таким вот... Вилейка, а под ним ролик. А под ним ролик. У меня там еще с металлическим роликом такой. Да, ролик металлический. С металлическим роликом может быть манжетка резиновая. И вот я говорю, значит, если это вот на резиновой манжетке из старой конструкции, она там очень новая, старая конструкция решинок, ну, ну, там, что-то там, что-то используется. Вот эта решинка, как правило, хорошая решинка. А вот и многое решинка, ребятки, к ним надо длина развиваться. То есть, сверху им нельзя доверять. То есть, вы думаете, что вы завели параллельный вилей, она вам дева, и вы искасили. Понятно? Да? Поэтому, если надо будет, я вам могу показать, просто как строить вилейку и угольник, параллельный вилей. Мы это уже импетельно каждый год на чертопетах. Ну, вилейку и угольник, как будто. Вопросы какие-то мне будут? Нет, нет. Все, спасибо. Что? Боже.